Спасибо всем, что приехали сюда. Но хочу сразу сказать, идет война, и разговорами войне не поможешь. Особенно не поможешь тем, кто участвует в этом мероприятии. Сегодня мы видим то, что народ один убивает друг друга, но из-за интереса тех или иных людей, сообществ и всего остального прочего. То есть все как обычно. Простой работяга кормит это сообщество, этого человека, холит и лелеет, на выборах его избирает, перебирает, как положено. Вернее, скажем так, делает то, что от него каждый раз требуется. Придите на выборы, проголосуйте, придите туда, сделайте это. Сейчас, получается, призвали прийти на войну и убить друг друга. Я хочу подчеркнуть, народ Украины как был, так и остался единым. Разница только в том, что мы не попали под идеологическую машину Запада. Вот и вся разница. Поэтому мы как выступали против олигархата, депутатов так называемой Верховной Рады, которые продавали все эти 23 года государства, так и будем выступать. Удивляет следующее. Почему граждане других областей, других регионов Украины, выступавшие на Майдане с теми же идеями, которые у нас сейчас, идут их защищать. Вот это идет, конечно, вразрез со всем пониманием и здравым смыслом. Надо бы сейчас объединиться, да выступить единым маршем против киевских так называемых властей. А может и дальше. Вашингтонские власти ничем не лучше. Глядишь, может, что-то изменилось бы. До тех пор, пока мы будем лупить друг друга, мало что изменится. Что же касается наших фронтов, победоносных событий и всего остального. Да, есть такое. Научились воевать, научились терпеть, научились добиваться успехов. Но не все так гладко, не все так хорошо, как иногда это выглядит в прессе по сводкам. Скажите мне, пожалуйста, из всех присутствующих здесь, кто последний раз был на линии фронта? Приветствую. Можно сказать, единственный, тот, в котором я уверен, что он там действительно был. Кто из журналистов был? Тишина. Нет, есть. Благодарю вас. Вести никогда не подводили. И теперь мы смотрим картину следующую. Гражданское сообщество, которое собралось здесь решать проблемы войны, оказывается, никогда там не было. Люди, которые стремятся стать губернаторами, депутатами всяческих Верховных Советов, всего остального, оказывается, там не были. Тогда какое право имеют они, выдвигаться от этих регионов, от других регионов, если они не принимают никакого участия в том, что сейчас происходит, не принимают никакого участия в рождении Новороссии. Сейчас, если поднять мужское население здесь, практически рота. Такое у меня предложение. Все, кто хочет стать депутатом, губернатором или еще каким-либо бюрократом, будьте добры, соберитесь в одну отдельную роту специального назначения, которое показало бы народу Новороссии, что вы действительно достойны быть губернаторами и прочими дармоедами. На сегодняшний день у нас больше кандидатов из рядового состава, из состава командиров взводов, командиров рот, для того, чтобы занимать кабинет и представлять народ Новороссии. И помяните мое слово. Все, кто останется в гражданской форме одежды и не вернется на родину, добиваться правды, мы вас не пустим. Не пустим, не пустим. Не надо улыбаться. Новороссия случится, несмотря ни на что. Несмотря ни на большие жертвы, несмотря на то, что большой отток беженцев, а вместе с ними и так называемых руководителей, она случится. Несмотря на все финансовые трудности у нас и финансовое благополучие у олигархов, она случится. Несмотря на все информационные войны, она случится, еще раз повторяю, как бы кому ни хотелось. Она будет. Но будет действительно с народовластью, будет действительно с тем порядком, за которым мы сейчас боремся и проливаем кровь. И никто другой, кроме тех, кто сейчас проливает кровь, не имеет права претендовать на малейший кусочек власти в Новой Республике. Если меня все прекрасно поняли, о чем речь, тогда милости прошу в бригаду «Призрак». АПЛОДИСМЕНТЫ